Роял Датч Шелл Роял Датч Шелл выпустила две группы акций. Это тип А – 4,5 млрд акций и тип Б – 3,7 млрд акций. Их общая стоимость до начала 2019 года составляла 252 млрд долларов. 98,6% акций находятся в свободном обращении на фондовых биржах Амстердама, Лондона и Нью-Йорка. Крупнейшим номинальным держателем акций, то есть это около 40%, является Нидерландский трастовый фонд, входящий в бельгийскую финансовую компанию. Эта компания была основана в 1968 году Морган и Ко, то есть она была использована для операций с евробонными. Шелл исправно платила хорошие дивиденды, которые ни разу не срезали со времен Второй мировой войны. Однако коронакризис подкосил дивидендного аристократа и в первом квартале 2020 года выплаты срезали на 66%, то есть до 16 центов на акцию. Срезание дивидендов помогло, во-первых, избежать сильного повышения долговой нагрузки, а во-вторых, высвободить денежный поток для инвестиций. Тип B листингован на лондонской бирже, а тип A на голландской и привязан к голландской налоговой системе. Это означает, что при покупке акций типа A с нерезидентов Евросоюза взимается 15% налог с дивидендов. Для максимизации своего возврата на инвестиции лучше выбирать акции типа B, можно купить на Euronext или Нью-Йоркской фондовой биржах в виде ADS, включающих в себя две акции Shell. Через SPB биржи можно, к сожалению, приобрести лишь акции типа A. Если взять цену одной расписки 27$ и дивидендной выплатив 1,28$, вы получаете дивидендную доходность в размере 4,8% годовых. Несмотря на беспрецедентное обладение котировок до уровня мартовского минимума, когда нефть торговалась около нуля, финансы компании выглядят достаточно неплохо. Поэтому сейчас это отличная возможность закупить акции в портфель по минимальной цене под будущий рост. На этом все. Удачных вам инвестиций. Смотрите финансы Лайт на РБК.